Здание Звенигородской школы номер 2 построено еще в 60-х. Сегодня оно требует особого внимания и ухода. Привести школу в порядок помогает депутат Мособлдумы Лариса Лазутина. Она побывала в учреждении, осмотрела здание, оценила уже проведенные внутренние работы. Например, в коридорах старый линолеум заменили на хорошую плитку в целях пожарной безопасности. Вместе с администрацией школы наметили дальнейшие планы по ремонту. С 61-го года капремонтов не было. То есть, в принципе, 50 лет прошло, будет не быть капремонтов. Да, мы можем сколько угодно. Мы все время здесь поддерживали, меняли, заменяли что-то, ну, трубы, коммуникации. Но мы говорили, что здесь позволяет. Да, да, и мы, Андрей Рокинович, что-то говорили, и говорили еще о колене. Осенью полностью преобразился школьный пищеблок. Ярко, современно, говорит Лариса Евгеньевна. Функционально расположена мебель, кухонное оборудование. В такой уютной столовой приятно находиться и детям, и персоналу. Посмотрели на работу пищеблока, и мы остались довольны, потому что, во-первых, он и обновленный, и в целом, конечно, все предусмотрено, и все выдержано в тех нормах, которые должны быть. Поэтому еще раз в Звениграде хочу только пожелать и администрации, и, конечно, поблагодарить наших педагогов, директора школы, всю, вообще, школьную нашу администрацию, потому что детишек много, и мы понимаем, с каждым годом они только добавляются. Из депутатского фонда Ларисы Лазутиной было выделено полтора миллиона рублей. Они направлены на обустройство в школе кабинета физики. Партийцы держат работы на контроле в рамках проекта «Новая школа». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».